Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах Destiny 2, и как вы поняли из названия видео, мы сегодня поговорим о Левиафане. Рейд на шестерых человек, который пользуется большой популярностью, но с которым у многих возникает огромное количество проблем. И вроде, казалось бы, игре уже не первый год, все как бы должны уже давно всё знать, но нет, всегда находятся новички, с которыми нужно делиться информацией. На просторах интернета хватает материалов по этому вопросу, но, к сожалению, большинство из них преподнесены очень скомканно и не захватывают некоторые важные аспекты прохождения. Так что сегодня я постараюсь вам рассказать как можно подробнее о прохождении нормальной версии Левиафана, если вы новичок, престижная версия вам пока не нужна, хотя, по сути, она одно и то же, лишь с небольшими изменениями. Ну что ж, начнём, пожалуй. Вот вы зашли в рейд, и первым делом не нужно сразу начинать валить всех подряд. Начальные мобы вас всё равно трогать не будут, просто пробегаете и поднимаетесь на самый верх. Вам нужно попасть в дверь, которая находится под вот этой вот аркой. Дальше, пробежав немного по коридорам, не волнуйтесь, здесь вы не заблудитесь, попадёте в первую распределительную локацию. И с этого момента вам нужно запомнить основную концепцию прохождения. Всё крутится вокруг четырёх символов. Чаша, собаки, топоры и солнце. Практически во всех испытаниях, по которым вы будете продвигаться в рейде, будут задействованы эти символы. Распределительная комната очень большая, но при этом она достаточно простая. Здесь всего лишь есть четыре двери, три из них, которые ведут к испытаниям, и одна к главному боссу. Для того, чтобы открыть определённые двери на испытания, вам нужно принести три флага с других точек на карте. Флаги себе приносятся в порядке живой очереди, а какие флаги нужно принести, устанавливает сама игра. Вот так выглядит площадка с флагами, в которую вам нужно в данный момент идти. Когда вы на неё станете, она покажет вам символ, первый флаг, который вам нужно принести. Приносите один, принимаетесь за второй. Приносите второй, принимаетесь за третий. И открываете дверь. Для удобства делите рейд на четыре и два человека. Четыре человека будут защищать главную точку от противников, а двое будут бегать за флагами. Защита точки очень важна, поэтому на неё оставляет четыре человека, потому что элитные мобы могут украсть у вас флаги и потом придётся начинать всё сначала. А двоим счастливчикам, которые будут бегать за флагами, будет гораздо удобнее убивать элитного моба, который будет как раз-таки защищать эти самые флаги. Не подходите к этому элитнику. Мало того, что наносит много урона, так ещё и откидывает вас. Просто встаньте по разным сторонам от него и стреляйте один в голову, а второй в спину. Он постоянно будет переагриваться с одного на второго и так ничего и не сможет сделать. Принеся три флага, отправляйтесь в первое испытание. Сады удовольствия. Для начала зачистите всю локацию и потом соберитесь на главном бункере. Ваша задача на данном этапе убить шесть собак, которые будут ходить по карте. Испытание начнётся, когда двое игроков возьмут кристаллы, которые находятся на крыше бункера. Но не торопитесь этого делать, для начала вам нужно распределить обязанности. Как вы поняли, кристаллов у нас два, так что делимся на два и четыре человека. Двое будут бегать с кристаллами по верху, четверо с шарами по низу. Это испытание в большинстве своём заточено на стелсе. Ибо несмотря на то, что вам нужно убить собак, казалось бы простая затея, просто так вы это не сделаете. Вам нужен баф, который позволит наносить гораздо больше урона этим собакам. А баф вы будете должны получить с цветков, которые находятся на карте. Для наглядности посмотрите на схему. Фиолетовыми кругами показаны точки, в которых будут находиться цветки, с которых вы как раз таки и будете получать эти бафы. Когда испытание начнётся, один цветок на левой стороне и один цветок на правой стороне распустятся и будут светиться фиолетовым. Задача ребят, которые находятся сверху с кристаллами, сказать бегунам, какие цветки распустились. Когда мы определились с тем, какие цветы распустились, задача бегунов принести шары к этим цветкам, минуя собак. Пункт сирными линиями показаны пути патрулирования собаками территории. Так что несколько советов бегунам. Не попадайтесь в прямую видимость собакам, передвигайтесь на корточках. Если собака от вас отвернулась и уходит, можно перейти на бег. Перепрыгивайте следы собак, потому что если вы наступите на них, собаки сразу же сагрятся и начнётся фаза дамага. И старайтесь не разделяться, а держаться кучнее. Когда бегуны минуют собак и собираются возле цветка, в силу уступают кристаллоносцы. В специальных местах, сверху на камнях, можно увидеть вздымающиеся вверх столбы света. Ваша задача, находясь кристаллом в руках, встать на этот цвет и выстрелить в цветок, возле которого собралась ваша команда. Таким образом они соберут баф. С одного цветка собирается 12 единиц. До фазы дамага желательно собрать хотя бы 24. Кроме того, что игрокам с кристаллами нужно координировать свою команду, а также стрелять в цветки, у них есть ещё несколько условий, которые нужно соблюдать. Во-первых, нельзя перепрыгивать через собак. Если, к примеру, вам нужно перепрыгнуть на другой камень, чтобы встать на луч и достать до определённого цветка. И ещё одна обязанность возлагается на игроков сверху, это следить за балконами. После каждой активации цветка, слева и справа на балконах, будет выходить по одному кабалу на сторону. Ваша задача их уничтожить, потому что они могут запороть всю игру бегунам. После фазы сбора начинается фаза дамага. Она начинается, когда собаки вас запалят. Рейду, состоящим из шарящих игроков, 24 единиц бафа, в принципе, хватит для того, чтобы сразу за первую фазу убить собак. Новичкам же желательно собрать 36 единиц бафа, ну, либо если соберёте меньше, то тогда уже убивать собак в несколько заходов. Тактика для убийства собак проста. Заранее договоритесь, кто какую собаку будет брать. Потому что когда начнётся фаза дамага, все эти собаки, которые ходили по карте, прибегут к вот этим цветкам и начнут там выть. Если они довоют, вы начнёте уже вы. Поэтому заранее распределите, кто какую собаку будет бить. Если собрали достаточно бафа, влели дамаг, убили всех. Если бафа собрали мало, заливайте по максимуму, сколько возможно, и спасайтесь в бункере до тех пор, пока собаки не довыли. Если вы не уверены, что убьёте всех собак за фазу дамага, не убивайте ни одну. Просто задамажьте их и засейвитесь в бункере. Потому что если другая собака найдёт труп собаки, то для вас это плохо кончится. Ну вот и всё. Убив всех собак, получив награды, отправляйтесь обратно в распределительную комнату и открывайте следующую дверь. Далее будет турнир. Это испытание уже попроще, хотя требует не меньше слаженной командной работы. Турнир представляет из себя бег по полосе препятствий. Как и в предыдущем испытании, делимся на две команды по 4 и 2 человека. Двое будут бегунами, а четверо остальных стрелками. Для того, чтобы начать испытание, надо стать на платформы, которые подсвечиваются уже знакомыми вам символами. Когда испытание начнётся, вылезут несколько отрядов мобов и один элитный моб. Зачищаем всю эту шалупонь и после этого активируется фаза забега. Бегуны подбирают сферы, а стрелки становятся на платформы. Вот с этого момента начинается командная работа. Без общения тут не пройти никак. Пробегая по кругу и преодолевая препятствия, бегуны будут натыкаться на стены с 9 отверстиями. Одно из них будет подсвечиваться красным цветом. Но подсвечиваться оно будет только в том случае, если стрелок стоит на платформе. Потому что платформа как бы является кнопкой. Так вот, подбегая к этой стене, заранее увидев, какое отверстие светится, бегун должен назвать символ, к воротам которых он подбегает, а также положение отверстия, которое подсвечивается. То есть середина, низ или вверх. То бишь это выглядит так. Бегун подбегает, говорит, солнце вверх. И теперь в дело вступает стрелок. Его задача стрелять в треугольные кнопки. Стрелять он должен в те кнопки, которые бегун не назвал. То есть если бегун называет вверх, стрелок должен стрелять в середину и низ. Для этого желательно иметь скорострельное оружие. Если стрелок правильно пострелял в кнопки, то для бегуна откроется специальная сфера, которая продлит действие так называемой бомбы, которую вы несете в руках. Ибо если бегун не будет подбирать вот эти шары, то он просто-напросто умрет. И для бегунов тут по большей части все. Им единственное, что нужно, бежать. Говорить символ, положение подсвеченного отверстия и бежать. У стрелков же есть некоторые дополнительные условия. Во-первых, после того, как бегун вас пробегает, прямо перед вами появится сионик, которому нужно как можно быстрее спрыгнуть и убить в мили атаки. Щит, который находится вокруг него, не позволит ни нанести дамаг, ни кинуть гранату, ничего. Подбегаете, уничтожаете в мили атаки и возвращаетесь обратно на кнопку. Ждете следующего бегуна. А пока вы ждете следующего бегуна, окажите помощь стрелку, который находится слева от вас. Потому что иногда случаются нестандартные ситуации, а именно, когда нельзя стрелять в среднюю кнопку. Если такая ситуация случилась с человеком, который находится слева от вас, ваша задача пострелять либо в нижнюю, либо в верхнюю кнопку, в зависимости от того, как вы договоритесь. Обычно владелец символа стреляет в верхнюю кнопку, помощник стреляет в нижнюю. Также на плечи стрелков ложится дополнительная обязанность в лице фиолетовых псиоников, которые уже без щита. Ваша задача просто их пристрелить. Иначе как он, так и псионик с барьером просто вайпнет весь ваш рейд. Когда бегуны пробегут один круг, они финишируют и несут сферы в центр арены. После этого все расходятся по своим местам, и такое еще продолжается два раза. То бишь бегунам надо пробежать три круга и принести шесть сфер. Конечно, не факт, что у некоторых с первого раза это получится, но все же после того, как вы пробежали три раза, начинается уже третья фаза, когда бегут все. Вы собираетесь в центре, берете сферы и все телепортируетесь на полосу препятствий. На данном этапе ваша задача разделить рейд на две группы по три человека. Пробегая препятствия, в отверстиях появятся четыре бафа. Подбирать бафы команды должны поочередно. То есть первая команда подбирает в первых воротах и третьих. Вторая команда, во вторых и четвертых. Если вы на первых трех кругах донесли шесть сфер, то на общем забеге вам останется принести всего лишь три, потому что для прохождения этого испытания нужно донести девять сфер. Чем меньше вы донесете сфер за первые три круга, тем большему, соответственно, количеству игроков нужно будет добежать до финиша. И вот это испытание тоже пройдено. Возвращаемся обратно на распределительную и уже идем в третье испытание. Это у нас купальни. Либо бани, либо сауна, называйте как хотите. Как по мне, это самое легкое испытание. Здесь практически ничего не надо уметь. Здесь вы делитесь на команды по три человека. Трое берут левую сторону, трое берут правую. Слева и справа находятся по две кнопки, на которых будет стоять баф на псионическую защиту. Этот баф позволит вам бегать по воде в купальне, ибо без бафа она там наносит дамаг. Так вот, баф на этих кнопках появляется только один раз, когда вы начинаете. В центральной части комнаты этой локации находится баф, который будет постоянно появляться. Соответственно, ваша задача стоять на кнопках, убивать мобов и меняться. Объясню подробнее, как это все выглядит. Начинается с того, что все становятся на кнопки. Центральная тоже является кнопкой. И игрок в середине с обновленным бафом бежит к первому своему сокоманднику. Он меняет его на его кнопки, тот же, кого сменили, бежит на центр и подбирает обновляемый баф. Взяв баф, второй игрок бежит уже к третьему игроку своей команды, которая находится выше. Становится на его кнопку. Третий же, в свою очередь, опять бежит через центр и меняет первого. И вот так вот, бегая туда-сюда, вы поднимаете цепи. Основной проблемой может стоять берсерк, который вылазит прямо из ямы перед вами. Его нужно уничтожить как можно быстрее, желательно еще до того, как он успеет вылезти. Разумеется, его следует убивать еще после того, как он и вылезет. Но не попадайтесь к нему под атаки, потому что он ваншотит. В общем, таким образом, стоя на кнопках и меняя друг друга, вы поднимаете цепи и переходите в фазу дамага. Все собираетесь на центре, зачищаете локацию и прыгаете на центральную кнопку. Желательно в команде иметь варлока, который будет использовать кладезь света. А то и двух. В фазе дамага вам нужно уничтожить 9 кристаллов. Кристаллы собраны в группы по 3 штуки, поэтому сначала фокусите одни, потом вторые, потом третьи. Не бойтесь сливать туда ультимейты и желательно стрелять с какого-нибудь силового оружия, каких-нибудь гранатометов. Тогда разнести всю эту бадью за одну попытку будет гораздо больше шансов. Если же вы за один раз не справитесь, просто повторяйтесь с самого начала. Опять поднимаете цепи, переходите в фазу дамага и уничтожаете оставшиеся кристаллы. Вот и все испытания пройдены, последний раз возвращаемся в распределительную и идем уже к финальному боссу. К тому же вас будет ждать сам Калус, и для того, чтобы начать сражение с ним, вам нужно пострелять в чашу, которую он держит у себя в руке, либо просто подойти к нему в упор. Так, теперь объясняем. Ну, Клюз, не иди туда! У вас фишка в том, он откроет ебало. Не запрыгивай туда, Фоч! Блять! Далее просто переживайте волну мобов, и после этого на четырех кнопках, символы которых вы уже запомнили, появятся псионики. С ними делать ничего не нужно, дальше вас перекидывают в астрал. Впереди вы увидите три сферы, а соответственно опять делимся на команды по три человека. Трое подбирают эти сферы и возвращаются обратно в реальность, а трое остаются в астрале. Снова начинается командная работа. Трое игроков, которые остаются в астрале, должны убивать все живое, что там видят, и при этом стараться упираться в барьер. Опасайтесь взрывных в мин, которые будут вас кидать, потому что они вас подбрасывают, а если вас подбросят, Калус просто вас засосет. И еще одной проблемой в астрале являются трамплины. Старайтесь их избегать. Параллельно с убийством мобов, каждому из трех присутствующих в астрале, нужно смотреть на лоб Калуса. Там для каждого из этих трех игроков будет появляться символ. Они их должны называть тем ребятам, которые находятся в реальности, и их задачей нужно будет уничтожить псионика, символ которого ребята в астрале не назвали. Сия процедура повторяется четыре раза. После этого у игроков в астрале начинается фаза получения бафа. Калус открывает рот и начинает спамить черепами. Их задача — уничтожать эти черепа. В реальности же, в данный момент, Калус начнет кастовать способность, которая убьет всех кхерам. В этот самый момент он потеряет иммунитет на некоторое время, и вам нужно сбить щит до того, как он докастует способность. Но постарайтесь его надамажить настолько, чтобы у него оставалось буквально немного щита, и подождать. Желательно избить ему каст как можно позже, для того, чтобы у игроков, которые находятся в астрале, было больше времени для фарма черепов. Сбив ему щит и собравшись снова все вместе, становитесь себе дружно на кнопку с собакой. И начинайте уже дамажить Калуса по голове. Когда он начнет делать что-то необычное, поднимет руку или достанет оружие, перепрыгивайте на следующую кнопку, потому что в то он выстрелит и убьет всех, кто будет на ней в этот момент находиться. Тоже проделывайте на всех кнопках. Когда вы сбиваете ему первую полоску хп, у него открывается пузо, и дальше уже нужно будет ввести дамаг туда. Приблизительно на третьей кнопке можно сливать уже в него ультимейты, и на четвертой кнопке он обычно уже умирает. И как только у него закончится хп, не спешите сразу расслабляться. Он еще захочет скастовать одну масуху, и вам нужно ее сбить. Вот тогда вы закончите этот рейд. Прыгайте в дыру, забирайте награды, и довольно отправляетесь по своим делам. Либо снова проходить рейд на других персонажах, либо открывать сундуки, но об этом в другом видео. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока!